всем привет дорогие друзья меня зовут вика вы на моем канале и в этом видео я расскажу про корейские тренды весна-лето 2023 года мне кажется по моим шурцам уже понятно что мне нравится корея корейская мода дорама и все что с этим связано и поэтому неудивительно что я снимаю именно такой разбор это мое первое видео на такую тематику такого формата и поэтому я немного волнуюсь и кстати ходят слухи что лайки под этим видео помогают людям легко находить актуальные тренды предлагаю это проверить поставив лайк этому видео и еще обязательно подписывайтесь на мой канал и инстаграм для того чтобы откопать трендовые аксессуары и одежду я прошерстила кучу корейских инстаграм магазинов и кстати блогеры из этой страны тоже не стали исключением конечно же я расскажу не о всех трендах которые популярны в этом году а выберу самые интересные и необычные по моему мнению поэтому давайте не будем затягивать со вступлением и поехали 1 актуальный аксессуар это винтажные видео и фотокамеры винтажные камеры сейчас есть практически у каждого фэшн блогера кореи иногда встречаются прям уникальные камеры которых я никогда раньше не видела и вот несколько фотографий где они используются следующий тренд это свободные топы очень красиво и женственно смотрится не правда ли они могут быть как на бретелях так и с объемными рукавами и они отлично подходят на литий сезон когда температура поднимается чуть ли не 30 градусов я даже не удержалась и купила себе такой топ на лето он приятный к телу не сковывает движение и в нем очень комфортно и вот несколько идей как его можно стилизовать кросс-боди аксессуары к ним относятся цепочки с подвесками или зеркальцами также это могут быть обычные сумки и сумки-шоперы которые плавно перешли в этот тренд такие шоперы кстати появляются и в новых дорамах как например у главной героини дорамы взбодрись мне кажется летом это будет прям хит смотрится реально круто серебряные заколки заколки актуальны еще с прошлого года но именно сейчас я стала замечать что именно в серебряном цвете они на пике популярность да и вообще серебристый этот топ в этом году в качестве подпунктов могу еще привести сумки и маникюр с использованием серебристого цвета вы просто посмотрите как эстетично и аккуратно смотрится этот цвет на ногтях пятым трендом в этой подборке являются цветы а точнее минималистичные букеты я даже заметила что некоторые российские блогеры подхватили эту идею и начали украшать такими букетами свои дома и использовать их создание контента кепки еще одна актуальная вещь в этом году их используют не только как защиту от солнца но и для составления образов чтобы придать им полноту и закончились очень популярны именно цветные кепки и кстати в моем гардеробе недавно тоже появилась такая вещичка розового цвета она сочетается со многими образами которые я составила украшенщик мы И завершают этот обзор балетки. Корейцы ценят простоту и комфорт, и поэтому удобная обувь для них в приоритете. Так случилось и с балетками. Корейские модницы редко носят обувь на каблуке, и поэтому уже на протяжении нескольких лет в Корее популярны кроксы. Но так как их довольно проблематично сочетают со многими женственными образами, балетки идеально справляются с этой задачей. Их носят как с юбками, так и с брюками и джинсами. В Европе балетки становятся тоже популярными, поэтому образы с ними можно увидеть не только в корейских блоках, но и в западных. На этом все. Как вам такой формат видео? Обязательно пишите в комментариях, какой тренд вам понравился больше всего. Мне очень интересно знать ваше мнение. Я очень старалась над созданием этого ролика, и поэтому, если вам нравится эта тема, пишите об этом в комментариях, чтобы я знала, что вас это интересует, и вы с удовольствием это смотрите. Тогда это станет для меня некой мотивацией, чтобы я делала такие ролики чаще. Всем спасибо за просмотр, и до скорой встречи в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok